10 теорий, подтверждающих существование путешествий во времени Хотя путешествия во времени кажется нам вымыслом, есть те, кто в них верит. Конечно, в них нет места летающим синим телефонным буткам, но есть много других интересных вещей. Мы представляем вам 10 теорий, подтверждающих существование путешествий во времени. Джон Тайтер Джон Тайтер – это ник пользователя в интернете, который появился на многих форумах и онлайн-площадках на целый год, начиная с 2000 года. Пользователь утверждал, что он путешественник во времени и прибыл из 2036 года, и описал события, которые произойдут в будущем. Он рассказал, что требуется для создания машины времени, и запустил диаграммы и схемы. Многие предсказания совпали с действительностью, например, использование компьютера IBM 5100. Он упомянул, что различные интерпретации квантовой механики могут повлиять на его предсказания. Его мир может немного отличаться от нашего из-за его вмешательства. Были скептики, которые говорили, что его рассказ очень похож на книгу Пэта Фрэнка «Алэс Вавилон» и на фильмы из серии «Назад в будущее». Филадельфийский эксперимент Этот эксперимент, также известный как «Проект Радуга», проводился в конце октября 1943 года. Говорят, что эксперимент, проводимый СС, должен был сделать корабли невидимыми для вражеских радаров. На самом деле планировалось отправить корабль и всю команду в прошлое. Как минимум на 10 секунд, чтобы они оказались во временной петле. Хотя военные говорят, что такого эксперимента не было, другие утверждают, что эксперимент базировался на Эйнштейновской теории о едином поле. Если свет сожмется, то время тоже сожмется, что создаст невидимую машину времени. Полет сквозь время Сэр Роберт Виктор Годдард, главнокомандующий Королевской армии во Второй мировой войне, сделал интересную запись. Однажды он пролетал над бывшей авиабазой недалеко от Эдинбурга и заметил что-то странное. Сначала он увидел, что вся база в заброшенном состоянии. Но позже, когда ему пришлось развернуться из-за сильного дождя, он увидел полностью работающую базу. Единственное, что самолеты были желтого цвета, а рабочие носили синюю форму. Он никому об этом не говорил много лет и был шокирован, когда четыре года спустя самолеты на самом деле перекрасили в желтый цвет, а форму сделали синей. Многие думают, что Годдард видел будущее. Киану Ривз Известный всем своими ролями и аскетичным образом жизни, ему еще приписывают и нестареющую внешность. С момента его появления в девяностом году в Матрице, внешность актера не изменилась. Многие фанаты стали сравнивать его с королем Чарльзом Великим, правящим в средние века. Также актер похож на Пола Моне, появившегося в 1800-х годах. Врач, а позже и актер, который погиб в 1922 году. Но его тело так и не нашли. Многие считают, что Ривз бессмертен или просто путешествует во времени. Маленькие золотые часы В конце 2008 года китайские археологи нашли гробницу в провинции Шангзи. Она была нетронута в течение четырех сотен лет, и в ней находились останки Си Кинга из династии Минг. Также там нашли еще кое-что. Что-то, чего там никак не могло быть. Небольшой кусочек золота в форме часов. Стрелки часов замерли на отметке в 10.06. А сзади была надпись «Суис». Хотя часам не больше ста лет, они покрыты тем же налетом, как и гробницы, и были в ней погребены. Единственным объяснением средства массовой информации посчитали путешествия во времени. Многие же посчитали это подставой. Мобильный телефон в 1928 году. На DVD с добавочными сценами к фильму Чарли Чаплина «Цирк» многие зрители заметили кое-что странное. В одном из сцен появляется женщина, которая говорит по мобильному телефону на заднем плане. Но фильм был снят в 1920-х годах, задолго до появления мобильных телефонов. Люди решили, что она путешествует во времени и случайно попала в кадр. Но более логичным объяснением было бы то, что она использовала раннюю версию слухового аппарата. Инцидент Моберли-Жордан Одна из самых старых и непонятных историй о путешествиях во времени касается двух женщин – Шарлотте Моберли и Алеонора Жордан. Летом 1901 года в небольшой деревушке недалеко от Версаля во Франции эти женщины заявили, что ненадолго провалились в прошлое. Они потерялись во время прогулки и набрели на сельский домик, из которого женщина махала им белым платком. Они почувствовали, как все потускнело и увидели людей в старинной одежде. До конца своих дней они доказывали, что ненадолго попали в прошлое. Древний майянский астронавт В 1952 году мексиканский археолог Альберто Руис нашел майянский храм с гробницей короля Пикало в Чиапас, в Мексике. На входе в храм находились 600 иероглифов, рассказывающих историю жизни короля. Эти иероглифы вызвали волну споров касательно их значения. Многие решили, что на рисунках человек, управляющий каким-то механизмом. В связи с этими рисунками всплыла легенда майя о боге Вутане. Его описывали как высокого белого мужчину с бородой, который прибыл с другой стороны. История на гробнице говорила о человеке 80 лет, а в гробнице был мужчина с 40-50 лет, который не относился к племени майя. Многие решили, что это и есть Вутан, путешественник во времени, который посетил майя. Проект Монток. В начале 1980-х годов появились слухи о секретном правительственном проекте США в Монтоке на Лонг-Кайленде. Считалось, что военные разрабатывали психологические техники и рассматривали возможность использования путешествий во времени на войне. Считалось, что эксперименты проводились на военной базе в Монтоке или в Камхиро. Автор Престон Николс заявлял, что был участником проекта и смог воссоздать подавленные воспоминания с тех времен. Он сообщил, что правительство исследовало возможности путешествия во времени, телепортации и контроля над разумом после удачного эксперимента в Филадельфии в 1943 году. Многие считают Николса спекулянтом, а его рассказы – выдумкой. Он точно помнит, что эксперименты были удачными. Древнегреческий ноутбук. Скульптура перед музеем Пола Гетти в Малибу была создана примерно в сотом году до нашей эры в Древней Греции. Но на ней кое-что явно бросается в глаза. На скульптуре молодая девушка показывает предмет взрослой женщине. Этим предметом является ноутбук с USB-портами. Хотя эта деталь кажется невероятной, многие считают это признаком существования путешествий во времени. Другие же уверены, что предмет – это восковая табличка для письма. Но на 100% никто не уверен.